Здравствуйте, многоуважаемые председатели, многоуважаемые коллеги, позвольте мне первое сказать слово благодарности за приглашение приехать сюда с моими коллегами и сделать маленькое симпозиум о современной ситуации региональной гипотемии. И мне очень нравится, что заместитель председателя этого института сказал несколько слов о Парменидес. Да, вы видите эти слова, которые были сказаны 25 лет тому назад. Дай меня силы вызывать жар и я вылечу все болезни. Надеюсь, что в течение моего доклада у меня получится немножко показать, почему эта региональная глубокая гипотемия интересна в современной медицине. И я хочу, конечно, сделать этот доклад немножко с точки зрения больше такой специальности, которая в нашей стране называется радиология, обыкновенно в России это называют рентгенология. Я по профессии радиологии самое большое время моей жизни я занимался с точки зрения науки с кардиальными и кардиоваскулярными вопросами, помощью КАТ и магнета. Но теперь несколько слов об этом, что это гибридная гипотермия и почему нам нужно контролировать эту гибридную гипотермию помощью методов визуализации, как, например, магнитной резонансии. Почему это нужно? Помощью магнитной резонансии возможно мерить температуру. Отмерить температуру это очень важный вопрос. Почему? Надеюсь, что у меня получится это объяснить на этой таблице изменение функции в зависимости от температуры. Вы видите здесь повышение региональной температуры на 38,5 до 40,5 градуса, 40,5 до 41,5, 41,5 до 44 и потом больше, чем 45 градусов Цельсия. Мы видим, что когда мы повышаем температуру, приходит повышение тока крови здесь. В этой ситуации приходит понижение тока крови, понижение, дальше понижение тока крови. Увеличается объем васкулариты сначала и позднее объем васкулариты ткани уменьшается. Похожая ситуация с точки зрения ангиогенезии. Посмотрите здесь на метаболизм и на пермиабилитку ткани. Мы видим, что во время низкой температуры приходит повышение этого метаболических процессов. И если температура выше, чем 41,5 до 44, видим, что приходит понижение метаболизма, но повышение пермиабилитки. Мы видим тоже изменение оксигенации ткани. Сначала повышение, и потом приходит понижение. Мы видим тоже, что ацидоз ткани меняется, что чем выше будет температура, тем выше будет ацидоз ткани. Мы видим тоже, что там были различные механизмы, репаратурные механизмы, что они тоже сначала очень высокие, и потом они уменьшаются, уменьшаются. А мы видим, что некроза или лизы находятся тогда, или находим тогда, когда температура больше, чем 41,5 градуса. С этого видно, что если мы хотим заниматься региональной гипотермией, что нам нужно контролировать температуру в этом опухоле. А раньше это было сделано инвазивным подходом, как вы видите, здесь у этого ребенка с саркомом. Вы видите, что здесь находится инвазивным подходом, с помощью КАТ локализируется аппарат для измерения температуры. Но надо знать, что первое – это инвазивная процедура. Это с этой точки зрения уже нехорошая. А дальше мы знаем тоже, что мы можем с таким подходом мерить только температуру вокруг этой игли. А если мы находимся один сантиметр дальше от этой игли, температура может быть абсолютно другая. Она может быть выше или ниже. То, значит, это нет оптимальный подход, как мерить температуру ткани у региональной глубокой гипотермии. А здесь видите эту аппаратуру для региональной гипотермии. Это называется аппликатор. А этот аппликатор находится на этом столу. А здесь видим магнитную резонанс. Это случай от Сименса, но мы можем эту температуру тоже мерить на аппаратах компании General Electric или компании Philips, если там есть 1,5 Тесла. И пациент находится во время терапии этой гипотермии, находится прямо в этом магнете. А мы можем в этом магнете потом мерить температуру опухоли. А мы можем весь время, смотрим, держать температуру опухоли на этой уровне, которой мы хотим. То, значит, вокруг 41,5-42 градуса. Мы были сделаны тоже экспериментальные исследования, где инвазивным подходом была мерена температура в опухоли и помощью магнитной резонансы. А вы видите, что мы получаем помощью магнитной резонансы очень похожую измерение температуры. То, значит, мы можем с магнитной резонансой очень хорошо контролировать температуру в опухоли. Еще один раз. А здесь видим магнитную резонанс. Здесь видим столь. Здесь видим аппликатор. В этом аппликаторе лежит, находится человек. И в средине этого аппликатора будет находиться опухоль. И весь время мы держим эту температуру на этой уровне, как мы хотим. И каждые 10 минут меряем автоматическую температуру в этом опухоли. С помощью магнитной резонансы. И на зависимости от этого регулируем эту температуру. На схемах хочу это объяснить. Здесь это есть аппликатор. В этом аппликаторе находятся 12 антенн в трех круглях. На этой части, на этой части и в средине. На базе этого мы можем локализировать и держать температуру на этой уровне, как мы хотим. Объясню на следующем слайде. Там, если занимаетесь немножко гипотермией, региональной гипотермией, там два различных подхода. Одна техника называется или работает на принципу, который называется капацитивный систем. У этого системы температура практически идет с одной стороны в тело. Но вы видите, что здесь практически весь тело получает одну температуру. И у этого радиативного системы, с которой мы работаем с мультиплиными антеннами, которые вокруг находятся в этом аппликаторе, как видно здесь. Вы видите, что получаем очень похожую ситуацию, как у лучевой терапии, как, например, здесь в этом институте работает. Это значит, с помощью этих антенн мы можем диригировать так, что температура самая высокая в этом опухоли, там, где мы хотим. А в других областях этого тела температура будет много-много ниже. Это возможно. Почему? Потому что мы можем с этим аппликатором менять фазу. И в зависимости от различных фаз мы видим, что получаем температуру в этой области, где мы хотим. Конечно, мы можем тоже поменять энергию 80, 90, 100 или 120, а вы видите, что в зависимости от этого можем локализировать центром, это самая высокая терапия в этой области, где мы хотим. И самый маленький опухоли, который мы можем регионально повысить температуру, это приблизительно по диаметру 5 квадратных сантиметров. Как это сделаем? Это мы можем с помощью магнитной резонансы, но метод базирует на этом, что называется chemical shift. А вы видите здесь сигналы магнитной резонансы у 21 градуса, а здесь в красном цвету видите, что приходит к shift резонансу фреквенции, когда температура 44 градуса, вы видите, что приходит к поменению сигналов, что они идут больше направо. И на базе этого мы можем мерить непрямую температуру в обходе. Теперь, когда меряем эту температуру с помощью магнитной резонансы, первый снимок, который мы сделаем, с помощью магнитной резонансы, то есть еще без повышения температуры, после 10 минут меряем еще один, меряем самый первый раз, это температура, и температуру получаем на этом слайде, как различие между сигналом в часу 1, а в часу 0, и после дальших 10 минут будем получать следующий снимок, и получаем следующую температуру, и после дальших 10 минут получаем третий снимок, а вы видите, каждые 10 минут получаем эти снимки, как высокая температура находится в опухоли, и в зависимости от этого адаптируем наш аппликатор, нашей антенны так, чтобы вес, время, температура в опухоли была на этой уровне, на которой мы думаем, что это самое хорошее. На этом слайде видно, что эффективность гипотермии тоже зависит от этого, как долго мы эту гипотермию проводим, если это только 30 минут или 60 минут, вы видите, что эффективность в 60 минут много-много выше. А здесь были очень интересные работы, сделанные от доктора Ван Руна в Роттердаме, который мог на базе экспериментальных исследований подтвердить, какую важную роль температура и время температуры играет в эффективности терапии. А на этом слайде хочу показать изменение средних показателей температуры помощью магнитной резонансы в печени, в динамике. Вы видите, это первые 15 минут, 29 минут, 51, 62, 78, 83, а вы видите, как эта температура в печени меняется. Мы видим тоже, что нам нужно приблизительно 30 до 40 минут, чтобы мы получили эту температуру, которую мы хотим, чтобы была в этом опухоле. То значит, если мы занимаемся контролем региональной глубокой гипотермии, нам нужно, чтобы пациент находился приблизительно 1 час в этой области температуры. Для этого нам нужно приблизительно полчаса, чтобы эта температура приходила на этот уровень, то значит, пациент находится в магнитной резонансе приблизительно полвтора часа. Здесь тоже видите изменение типичное распределение температуры на магнете в клинических условиях после 12 минут. Вы видите, здесь это некроз, а здесь это опухоль, а вы видите, что здесь это распределение не гумуничное, и после 51 минут вы видите, что у нас есть очень хорошее гумуничное распределение температуры в опухоли и в некрозах. А здесь видим измерение температуры о региональной глубокой гипотермии о карциномах... Ну, как это называется здесь? Блада. Вы видите, что после 10, 20 минут, 35 минут, 48 минут, 72 минут, 84 минут, мы видим, что нам получается эту температуру увеличить, одержать на этой уровне. Похоже, видимо, это у анального карцинома, это стадиум нула после 10 минут, 25 минут, 35 минут, 70 минут, 80 минут, значит, там, где мы хотим, чтобы было региональное повышение температуры, нам это получится. Здесь это пример пациента саркома при высокой температуре. Вы видите здесь эту опухоль, вы видите, как в течение времени приходит повышение температуры в этом опухоли, а мы видим, что в мышце и в ректум практически не приходит поменение температуры, что она останет больше-меньше на одной уровне. А здесь это случай распределения перфузии до и во время частичной гипотермии тела у пациента с перитональным карциноматозом при колоректальном карциноме. Вы это видите до первого сеанса, и во время второго сеанса видим, что повышение температуры в абдомену или в перитональной карцинозе больше гумуничное. На этом слайде хочу показать скорость кровотока в крупных сосудах во время сеанса гипотермии при раке прямой кишки. Это, видимо, до гипотермии, во время гипотермии, видим, как приходит повышение тока крови в больших сосудах, и после гипотермии, видим, что приходит к нормализации тока крови. Это слайд гипотермии при сокомии мягкой ткани. Вы видим, что во время применения гипотермии происходит снижение уровня перфузии в самом опухоли, а особенно на его границе. Видно здесь. То, значит, во время гипотермии приходит к многофизиологическим и патофизиологическим изменениям, и поэтому, с моей точки зрения, это необыкновенно интересная ситуация для людей, которые работают в радиологии. Конечно, для врачей тоже. Естественно, на этом слайду один раз видим повышение температуры у больших сосудов, как у аорты, а здесь видим, что в маленьких сосудах не приходит такого повышения температуры. То, значит, какие механизмы действия гипотермии мы знаем? Первое – это изменение перфузии опухоли, и в течение терапии эта перфузия может очень меняться. Аннацидоз клеток опухоли, дальше снижение показателя АТП в опухоли, разрушение стеноклеток вследствие термодинамического давления и некросклеток. Дальше приходит к снижению скорости репликации ДНК, часто приходит к отеку эндотелия и микротромбозы, то, что называется ангиогенетический блок, и приходит тоже к увеличению продукции АСПБЛ, который значит «HitShop Protein». И дальше бывают эффекты синергии с другими видами лечения. Об этом тоже ваш заместитель руководителя этого института говорил, что это синергические эффекты с гипотермией находимы с химотерапией, где приходит к повышению поступления клеточного цитостатика, повышение внутриклетного метаболизма, повышение уровня реакции химотерапических субстанций и к понижению механизма выставления ДНК. А с лучшей терапией приходит повышение эффективности в гипотексичных цонах и повышение эффективности в Г2 и С-фазах. Теперь я хочу показать несколько коротких клинических результатов, а эти будут другие, больше говорить, как доктор Ван Дези, и больше будет говорить тоже доктор Рахман и профессор Дата из Швейцарии. Но хочу показать несколько результатов, которые, с моей точки зрения, очень интересны. Здесь мы видим иернооперабельные метастатические лимфатические узлы. Мы видим результаты, когда пациенты получали только радиотерапию, и вы видите, как эти результаты поменялись, если радиотерапия была комбинована с гипотермией. Приходит комплектная ремиссия 41 на 83, 5-летняя контроля 24 на 69 и 5 лет survival с 0 на 53. И похожую ситуацию видим у комбинованной терапии ректального карцинома, если пациент получает только радиотерапию, комплектная палиация 25% и палиация приблизительно 7 месяцев. И когда пациент получает радиотерапию в комбинации с гипотермией, мы видим, что комплектная палиация увеличается с 25 на 45%, или здесь с 7 месяцев на 17 месяцев. И здесь очень хороший слайд, который готовил доктор Ван Дези. Вы видите здесь улучшение клинических результатов с различными эндпоитами, если пациенты получили к радиотерапии или к хемотерапии гипотермию. Практически независимо, где эти опухоли находятся, всегда приходит улучшение ситуации тогда или результатов тогда, когда хемотерапия или радиотерапия делается вместе с региональной глубокой гипотермией. Хотел бы еще показать результаты с Центра детской онкологии в Диссельдорфе, где работает доктор Везеловский, который не мог приходить. Я хотел бы немножко показать его результаты. У высокозлокачественных саркома мягкой ткани вы видите теперь здесь этого ребенка, как он находится на этом столе перед магнитной резонанцией. А здесь это аппликатор, вы видите здесь эти антенны, а здесь пластический материал. В этом пластическом материале находится вода, которая во время работы аппликатора, конечно, температуру повышает. У этих маленьких ребенков делаем мы только седацию с долантином, с этим медикацией не нужно сделать комплектной анестезии. Интересно, что независимо от этого, если ребенок 5 лет или человек 15 лет, 30 лет или больше 30 лет, температура помощью этой региональной гипотермии получится увеличиться всегда, независимо от возроста, на 1 уровень. А здесь случай рабдомиосаркома, пациент 18 лет, здесь сначала была очень плохая реакция на терапию, и после 3 раза хемотерапии с гипотермией, видите, что практически опухоль уже чуть-чуть, ну, очень-очень маленький. Похожая ситуация, видимо, тоже у этого пациента, 3 года, и у которой экстраусерний юинг-саркома, здесь был нон-респонзор, и после хемотерапии опять раза гипотермия, видим, что опухоль очень уменьшался. Как это проходить? Комбинация гипотермия и хемотерапия, обыкновенно, когда пациент получает первую гипотерапию, так это самый день, пациент получает тоже гипотермию, и четвертый день, когда получает хемотерапию, получает тоже эту гипотермию. У комбинации радиотерапия и гипотермия, обыкновенно первый день получает пациент радиотерапию и гипотермию, и пятый день от радиотерапии получает тоже гипотермию. И то, что очень важно, чтобы время между гипотермией и лучевой терапией не было больше, чем 30 минут, так приблизительно. Это все равно, если делать как первую гипотермию и после этого радиотерапию или наоборот, лучевой терапией. И здесь эта группа 20 пациентов с этими различными саркомами. Видите, что до теперь релакс был 8 раз и нет нон-респонса или прогрессия была у 12 пациентов. И эти пациенты теперь получили хемотерапию и региональную гипотермию. Комплентная ремиссия была у 6 пациентов и парциальная ремиссия была у 8 пациентов. То значит, протокол, которым Веселовский работает, был успешным в 40-50% у этого тяжелого заболевания. Другие результаты из этого института тоже очень интересны. Это пациенты с редким заболеванием non-testicular malignant germ cell tumors. А когда посмотрим на эти результаты здесь, мы видим здесь ситуацию у пациента, когда сначала была только хемотерапия. И после комбинации хемотерапии с гипотермией, вы видите, что опухоль уменьшился. И на этом слайде тоже от доктора Ванзи хорошо видите, но если делаете комбинацию хемотерапии с гипотермией, что с 15 случаев, с 16 приходит к улучшению ситуации, вы видите, как долго эти пациенты живут. А если они не получают гипотермию, вы видите, что результаты много хуже. Только комплентная ремиссия была у 6 пациентов в 16, а здесь 15-16 пациентов. То теперь я вернусь к этому, как я на это смотрю, как радиолог. Могу сказать, что МРТ, гибридная гипотермия, первое, это нетоксичный подход, подает возможность измерения температуры. Никакой вопрос, что это технически очень сложный процесс, но это реально возможно сделать. Это возможность сделать с помощью магнита от Сименса, от Филлипса, от General Electric без каких-нибудь важных проблем. Множественные морфологические функциональные изменения в самой опухоли, в окружающей его ткани находимость. А это тоже очень интересно, поэтому приходит тоже поменение перфузии. Конечно, на систему кровообращения это большая нагрузка, поэтому, что у большого числа пациентов приходит понижение давления и повышение частоты сердца, то значит приходит поменение этого, что называется двойного производения. Этим меняется перфузия миокарда, и это очень интересный вопрос. МРТ дает дальше возможность прекрасной визуализации морфологии и характеристической ткани, измерение температуры, измерение кровотока и перфузии органов, измерение уровня магнитной прониценности, измерение оксигенации тканей и pH-параметров, и дальше спектроспического исследования метаболизма и оценки жизненной способности ткани. То значит здесь огромное поле, в котором мы можем заниматься научными вопросами. Радиология. Что это радиология? Можем сказать, что это одновременная визуализация структуры и функций, и сегодня разрешение пространное меньше, чем 1 кубичный миллиметр, временное разрешение меньше, чем 100 миллисекунд, и фикциальной информацией мы получаем с объемом меньше, чем 1 кубичный сантиметр. Структура является надежным гидом функции, это сказал уже в 2017 году С. Артур Киз. И когда посмотрим дальше, что это значит, что это такая структура, что это такая функция, но мы можем сказать, что то, что мы называем структурами, это медленные процессы в течение долгого периода времени, а то, что мы называем функциями, это быстрые процессы в течение короткого периода времени. И Крама сказал, что распознавание не является статическим, это всегда процесс. Даже сам предмет познания, само распознавание модифицируется в этом процессе и изменяется. Несколько слов еще о перспективах, но мы можем сказать, то желание, которое было у Парменида 2,5 тысячи лет назад, что сегодня это желание возможно реализировать, то значит мы можем сегодня повышать температуру так, как мы хотим, мы можем держать на этом уровне, как мы хотим. У нас есть принципиальное патофизиологическое понимание процесса и результаты фазы 2 и 3 гибридной гипотермии, могу сказать, отличные, вы будете видеть у следующих спикеров, какие хорошие результаты там. Но для этого необходимо, что необходимо? Это необходимо, что есть интердисциплинарное специализирование с сотрудничеством между радиохимо- и химио-онкологами, хирургическими онкологами, радиодиагностами, физиками, химиками, физиологами, патологами, информатиками и так дальше, если мы хотим получить хорошие результаты и двигаться в науке вперед. В конце моего доклада я хотел бы сказать слово благодарности всем людям, которые меня немножко научили понимать, что это есть гипотермия. И вам всем хотел бы сказать слово спасибо за внимание. Спасибо.